Магомед, успешный и уважаемый бизнесмен, вышел из больницы, едва держа себя в руках. Врачи сказали, что у него рак и жить ему осталось не больше года. В голове шумело, а сердце сжималось от неизбежности. Все, чего он добился, богатство, уважение, вдруг стало мелочью, как будто вся жизнь потеряла смысл. Выйдя во двор больницы, он увидел, как охрана выгнала с магазина девушку. Она села на тротуар и плакала. Магомед подошел к ней и спросил, что случилось. Мой маленький сын умирает от голода, я пришла попросить помощи. Пожалуйста, помогите, я не знаю, что делать. Магомед посмотрел на нее с грустью и твердо решил, и так год остался жить, хоть что-то полезное сделаю. С того дня Магомед стал ее поддерживать, оплачивал жилье, образование для ее сына, заботился обо всем. Девушка каждый день молилась за него, прося у Аллаха продлить его дни. Но врачи не ошиблись. Болезнь прогрессировала, и, несмотря на их прогнозы, Магомед прожил не один год, а целых двадцать. В один из дней девушка почувствовала странную пустоту. В этот же вечер она узнала, что Магомед скончался. На похороны пришли сотни людей, и среди них она. Когда кто-то из родственников увидел ее, удивленно спросил, ты знала Магомеда? Девушка, сдерживая слезы, ответила, это он спас меня и моего сына. Он ушел ровно в тот день, когда мой сын Саид принес первую зарплату, и мы больше не нуждались в помощи. И тогда все осознали, Магомед прожил свои последние годы не ради себя, а ради других, следуя заветам своей веры. Продолжение следует...